С какого-то момента жизни у меня начали происходить какие-то чудеса то есть если вот я жил будучи неверующим человеком особо не наблюдал я вокруг себя чудес каких-то сверхъестественных проявлений но вот с определенного возраста какие-то стали такие вещи происходить то ли они были но я их не замечал то ли они начались одно от первое чудо что я как вот познакомиться со своей супругой я познакомился с ней будучи неверующим человеком в один день мы друг друга не знали мы не сидели на скамейке под луной не это самое слов любви я и много не сказал но мы уже на следующий день уже начали жить и с тех пор вот уже почти скоро будет 30 лет как мы вместе живем вот и мы в тот момент когда мы познакомились мы сразу как-то так случилось тоже появились люди которые начали звать нас в церковь чтобы мы посетили общину мы тогда не задавались вопросами какой деноминации вы относитесь таких вопросов не стало нам сказали бог и все какого оттенка этот бог нам нужен был бог мне нужен был бог очень сильно но я не знал что мне был нужен но бог знал что я ему нужен и в общем он меня влёк как-то тоже не явно вот как-то косвенно мы познакомились женой и появились люди которые начали нам говорить о боге и первое движение которое мы сделали мы женой решили пойти принять крещение и куда идти мы не знаем куда идти но мы пошли в православный храм и покрестились в никольском соборе и мы я принял крещение вот казалось бы православная церковь вот что-то может быть там для многих не так но я понял заметил что после того как я принял крещение вдруг я стал понимать евангелие я раньше читал для меня это была закрытая книга но после вот этого обряда для меня он не на чувственном уровне ни на каком не на интеллектуальном ничто не добавил мне в жизни я как бы ничего не изменилось но вдруг открывая евангелие в один из дней я вдруг начал как бы глубину видеть в этом в этой священной книге и с тех пор начал читать евангелие но еще надо к этому сказать почему мне нужен был господь я рос в семье неверующих родителей ну а каких родителей у меня была одна мама вот она меня любила не было еще старше сестра но я себе говорю что мама меня любила вот она была женщина одинокая вот и неверующая но в каком и я понял что как бы ну такой поддержки мужской от нее нету и я какой-то момент в 70-х годах сильно захотел пойти и заниматься спортом именно борьбой самбо дзюдо и пошел и на тренировке там был тренер и он вполне заменил мне вот это вот мужское то что мне не доставал вот это отцовство вот это там эпизодически по чуть-чуть но все-таки я не был совсем под покрытием своей мамы единственный был еще мужчина который призывал там быть сильными быть мужественными добиваться каких-то целей и мне это в жизни очень сильно помогло ну я и в общем-то и достиг результатов определенных я мне в каком году 85 по моему присвоили звание мастер спорта по борьбе самбо и после этого я ушел в армию и вот когда я пошел в армию у меня в жизни такой пришел момент что я сильно заболел в армии я настолько сильно заболела в армии что после армии вернувшись на дембель я уже фактически немножко успел я спортивный лагерь поехать один раз съездить но у меня начались сильнейшие вообще страшные приступы косматические такие мощные что я просто умирал вот я бился как вот я раньше бился в спорте и соперником для меня были люди то тут я понял что болезнь вот это это для меня большой большой монстр такой который меня просто убивает и мне надо было как бы мобилизовать все что во мне есть все знание все всю силу воли и я бегал зарядки я обливался холодной водой я шел во всякие всякие эксперименты со своим здоровьем и были какие и пытаясь обрести то здоровье которое у меня было в тот момент когда я уходил в армию когда был на пике своего своей спортивной формы но но этот этот противник настолько был сильный настолько у меня сгибал вообще по жизни что я я в какой-то момент понял что я не справлюсь что я опустил руки и вот мама неверующая она мне сказала но она видит что мне ни доктора не помогают ни капельницы мне не спасают ни какие процедуры меня не спасают и месяц дома месяц больницы месяц дома месяц больницы мама мне неверующая сказала тебе нужно идти к господу богу неверующий человек так просто конкретно направила меня как в той песне поется мама ты меня к богу направила я и я вот как бы посыл вот этот видимо в духов в духовном мире произошел я вот оказываюсь вот в конце концов женой на крещение в православной храме ну и после этого были еще люди которые мне нам говорили о вере а в то время в 90-х годах там кто только в о боге не говорил вот поэтому как-то мы оказались тоже не знаю каким чудом в пятидесятической общине и вот однажды когда мы пришли на собрание женой это первые разы были что я я как бы ничего не понимал еще толком ничего не ощущал но однажды когда после собрания из-за меня помолился один брат верующий после собрания вдруг я ощутил что-то вот это первый раз мощнейшее прикосновение бога потому что у меня вдруг кончились все вот эти приступы мне стало легко дышать как будто какой-то камень свалился с моих плеч вот я вдруг начал понимать что это что-то сверхъестественное и начал посещать эту общину какой-то период мы же начали ходить вместе по воскресеньям в церковь отделили как-то так сразу этот день потом нас появилась библия потом какая-то гуманитарная помощь начала происходить и все теперь я уже начал воспринимать как от бога подарки помощь божья в общем ни дня у нас не было чтобы у нас мы где-то как-то не служили богу каждый день либо свидетельствуем либо участвуем каких-то мероприятиях вот либо в каких-то международных проектах многоразличных я просто как вот написано в салмах что мои 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 стопы пошли по прекрасным местам вот как я уверовал учитывая что я по большому счету я умирал то есть если бы господь меня тогда не не повлек к себе в тот момент то моя жизнь уже видимо подошла к концу сколько на жизненном пути придется не пройти сколько на жизненном пути придется пережить до этого места помог господь и я перед ним стою от этого места славлю его и пою бог меня постоянно перезагружал то есть есть люди я так понимаю что которые вот сидят бог помазывает их на какое-то служение вот они в этом служении там годами десятилетиями у меня как-то все было не так у меня бог сначала использовал я был значит сначала я был в группе миссионеров нееме участвовал в евангелизациях пара по области очень активно что интересно что когда я пришел к богу и начал заниматься с различными служениями я вдруг понял что я нужен какие-то маленькие дары там я там песни сочинял свои я там немножко проповедовал и я так сразу был захвачен братьями и сразу я нужен и мы участвовали и в миссионерских каких-то путешествиях и евангелизационных собраниях и палатку по лапину ставили и то есть сразу начался такой старт хороший вот в служении богу я все это проходил как бы набирался опыта сталкиваясь с различными ситуациями духовными ситуациями в отношениях бог не как бы заострял заострял потом я начал немножко вез пастырское служение в одном поселке немножко потом вдруг какой-то странная произошла ситуация приехал пророк свинляндии и сказал что бог бог этому пророку сказал что в санкт-петербурге есть человек который должен заниматься евреями вот я и говорил это в собрании мы мы сидели такой группы небольшой у нас была тема мы почему-то не знаю изучали еврит тогда было модно и вдруг в эту группу приезжает человек свинляндии финн и говорит и говорит на что есть человек но в итоге искали искали этого человека оказалось это моя жена а потом мы начали копать наши корни оказывается у нас какие-то евреи были в роду у меня бабушка у нее тоже бабушка в общем и вот еще мы очень сильно и моя жена буквально 20 лет а я 10 лет служили в международной организации называется мхп и международное христианское посольство в иерусалиме мы занимались тем что помогали евреям тем кто хотел уезжать на пмж в израиль мы им оказывали различные услуги и как материальные так и содействие всевозможное информационное содействие вот техническая поддержка вот этот очень долго этим занимались потом я занимался подростковым движением вдруг пастор сказал андрей ты должен ехать в германию там есть молодежные движения значит мы должны это здесь двигать и много лет занимался но может лет на м7 6-7 лет я занимался тем что подымал под подростков организация называется royal rangers она международная она во всем мире в христианском есть у нас россии еще не было на тот момент мне назначили старшим на тот момент и я съездил германию научился это все этого всему открыл группу и те подростки которые у меня занимались задача была чтобы привести их от где-то подростки от 10 лет до 18 и принцип этого подросткового служения заключался в том чтобы привести подростка христу удержать его у христа и приготовить к служению то есть вот эти три ступени в этом служении они меня сильно увлекли очень я начал заниматься я с головой окунулся в этого все и видел как ребята растут на глазах мои и вот все ребята которые у меня занимались но процентов наверное 90 все кто прошел через мою группу они все оказались в служении господу и я использовал все что я мог все свои дары все свои способности весь опыт свой всю любовь которая у меня была от господа я вложил в этих ребят и на сегодняшний момент я гляжу на них и наслаждаюсь как на свои плоды во христе вот но на самом деле самым таким пиковым служением для меня было личное служение перед господом когда я в какой-то момент вдруг оказался без всякой без всяких организаций то есть вдруг я как бы в структуре я не нашелся как вот я не стал пастором не стал каким-то официальным служителем церкви вот вдруг однажды когда ехал на своей машине по копину господь не конкретно проговорил что ты должен ездить по городу на машине на своей и раз общаться с людьми и ими это было для меня как молния потому что я вдруг увидел такой пласт такие возможности в этом я увидел столько как бы в духе я увидел уже огромное количество людей как с которыми я могу потенциально побеседовать о христе нам никто не будет мешать я буду ехать за рулем человек будет ехать пассажиром какой человек до какого бог даст вот и с тех пор вот этот проект духовный который я несу лично он развился сейчас в такую маленькую-маленькую правда маленькую пока организация называется таксиной но и по имени это дедушки но и вот и в нем в этом проекте участвовать несколько водителей нашей церкви и не наши тоже церкви я продолжаю это движение двигать чтобы не я не ездил по городу проповедовал как при возможности с людьми общался на разные темы вот кстати я но и чтобы братья тоже участвовали какие каких бог дает вот очень хороший проект и просто я вот в этом столько столько было боги сказано столько было молитв произнесено в машине сколько плакали у меня люди сидели сколько там они исповедовались в этом машине только бог один знает поэтому то есть я рад что я мог послужить господу мошкой практически на всех фронтах где только была нужна ну когда заниматься подростками параллельно росли мои дети жена я сидела дома как и положено жене миссионер евангелиста воспитывал детей и все было бы хорошо но был такой момент накала определенный потому что я ездил на конференции я ездил на миссионерские поля какие-то я ездил какие-то выезды какие-то библейские школы там две библейские школы закончил закончил семинарию трехгодичную в общем я был постоянно в духовном труде в каком-то жена сидела дома и вдруг в какой-то момент видимо на стал настала кульминация у него пропало всякое терпение силы были на исходе она была беременна уже третьим сыном и бог меня возвращает семью и причем так жестко возвращает меня что других альтернатив у меня просто не было я еще подергался чуть-чуть если можно так сказать грубо я уже как бы я же был в колее я бы в служении и тут мне надо было смириться прийти в семью и начинать вникать в проблемы собственной супруги в проблемы своих же детей но все как бы слава богу не без как сказать не 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 как сыр в масле но мы проходя вот этот наш житейский путь я сейчас считаю что этот путь даст тоже является путем миссионерским определенным просто мы привыкли понимать знаете как миссионерский путь это когда ты идешь от точки а в точку б да по горизонтали проповедуешь евангелие как у апостола павла было у меня были миссионерские поля несколько другие сначала был такой же путь как у апостола павла потом у меня был путь когда бог повел меня внутрь меня я поступил на философский факультет закончил по философии академию русскую христианскую гуманитарной академии учился четыре с половиной года на психолога я думал как бы это так мое желание на самом деле я познавал себя свое сердце когда этот путь у меня закончился и немножко стал разбираться в своих чувствах в своих желаниях своих вот этих эмоциях бог повел меня это все было конечно параллельно вел меня бог путем потом я как бы погрузился в семейную вот это миссионерство я способствовал жене чтобы она духовно подымалась я поднимал детей своих у меня их на тот момент было наверное четверо уже сейчас пятеро четыре сыночка и лампочка дочка и и